Нечетное число. Следующая задача. Представьте себе, что у нас есть число 6 плюс корень из 39 в степени 1979. Понятно, что есть какие-то цифры после запятой? Докажите, что после запятой первая тысяча цифр это девято. Неизвестно, что там идет до запятой, неизвестно, что идет после них, то есть может быть что угодно, но тысяча прямо после запятой девяток обязательно есть. А вот если взять 6 плюс корень из 37 и возвести в, например, в 999 в степени, оказывается, что в таком случае после запятой будет много-много нулей. 999 нулей. А может быть и больше. Посмотрим. Вот. И еще задача. Докажите, что при делу дробной части числа 2 плюс корень из 3 в степени n, при n, стремящемся к бесконечности, докажите, что это единица. Возьмем число корень из 2 плюс корень из 3 и возведем его в 2000 степень. Докажите, что перед запятой стоит цифра 1, а после запятой стоит 666 девяток. Ну и потом еще что-то, да? Вот. Давайте я напишу еще что-нибудь. Например, такую задачу. Называется M520. Это задача не квадрата, 520-я задача. Берем число. 1 плюс корень из 2 плюс корень из 3. Возводим его в степень n. Раскрываем все скобки. Понятно, что это число можно привести к такому виду. Там что-то будет целое. Будет сколько-то корней из 2. Будет сколько-то корней из 3. Это все целые числа. У, Р, С, целые числа. Сколько-то корней из 3. И будет сколько-то корней из 6. Задача. Найдите следующие пределы. Rn делить на qn. Ну и, соответственно, Sn делить на qn. И на предел Tn делить на qn. Так. Хорошо. Посмотрите, есть такое уравнение. x плюс 1 в кубе минус x в кубе равняется y квадрат. Оказывается, у этого уравнения бесконечно много решений в натуральных числах. Бесконечно много решений в натуральных числах. Еще такая задача, которая называется m960. Представьте себе, что если у нас некое число n квадрат, где n натуральное число, представимо в виде x плюс 1 в кубе минус x в кубе, то в таком случае число n – это сумма квадратов двух целых чисел. Причем даже не просто целых, а, значит, n – это есть y плюс 1 в квадрате плюс y в квадрате. Это странный такой факт, да? Если n квадрат – это есть разность последовательных кубов, то в таком случае число n – это сумма последовательных квадратов. Ну и давайте еще такую, чтобы выявить на эту же тему. Если вы возьмете x плюс 1 в кубе и x минус 1 в кубе, то это никогда не будет квадратом целого числа. То есть берете вот не соседние кубы, а отличающиеся на двойку, да? x плюс 1 и x минус 1. Оказывается, что в таком случае вот так. Просто это никогда не будет... Если взять целую часть числа 1 плюс корень из 3 в степени 2n плюс 1, то эта целая часть делится на 2 в степени n плюс 1, но не делится на 2 в степени n плюс 2.